Lada Vesta SV Cross Главный приз для участников голосования в премии Автомобиль года в России 2018 Экспрессивный дизайн, спортивный силуэт, продуманная эргономика Передовые технологии, поддерживающие комфорт и безопасность в любых условиях Увеличенный дорожный просвет Защитные элементы кузова Весительный багажник, подогрев задних сидений И Lada Vesta SV Cross Скажи жизни «Да» Сегодня в программе Российский автомобиль на российских дорогах Lada Vesta SV Cross – это наш автомобиль Ставим эксперимент, сможет ли наш гость с завязанными глазами определить, что за машина перед ним А еще едем в горы Проверяем Lada Vesta SV Cross на дорогах общего пользования И на бездорожье А также пытаемся разобраться, кто голосует своим кошельком за российскую новинку Семейные пары по возрасту от 35 и выше Где зимой в России можно протестировать автомобиль? Да вы скажите, везде А так, чтобы с удовольствием и классно Конечно же в Сочи, где сходятся три климатические зоны И стоит заглянуть в Роза Хутор Наш первоклассный курорт, где есть уютные кафешки Много спорта и первоклассные горнолыжные трассы По которым, кстати, катается сам президент На лыжах мы кататься не будем А вот на новом автомобиле Lada Повышенной проходимости сегодня прокатимся Поехали Перед вами одна из самых ярких новинок 2017 года Между прочим, именно она и станет главным призом для участников премии Автомобиль года в России И это не просто новинка Это Lada шаг в новый сегмент Сегмент универсала в повышенной проходимости Яркий, контрастный, стильный И согласитесь, этот автомобиль на дороге ни с чем не перепутаешь Он выглядит крупнее конкурентов по классу И это не оптическая иллюзия Он действительно больше Мы живем в холодной стране Поэтому особо приятно пользоваться такими опциями Как подогрев лобового стекла, зеркал и сидений С точки зрения безопасности Lada Vesta SV Cross не уступает основным конкурентам Тут есть и прочный силовой каркас И подушки безопасности И система курсовой устойчивости Под капотом Lada Vesta SV Cross может быть два мотора Объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадок А также объемом 1,8 литра, выдающий 122 лошадиные силы Кстати, оба могут потреблять стандартный 92-й бензин Коробки передач тоже две Механика или роботизированная трансмиссия Автомобиль повышенной проходимости А значит ему рано или поздно придется съехать с асфальта В арсенале Lada Vesta SV Cross большой внедорожный просвет И это все Поэтому автомобилю доступны скорее выезды на пикники, поездки на дачу и отдых с друзьями Но поверьте, и это немало Кстати, клиренс у машины действительно большой 203 миллиметра Но и не стоит забывать про пластиковый защитный обвес И антигравийную защиту на порогах и днище О ее возможностях и технических характеристиках мы еще поговорим Но лично мне кажется, что с появлением этого автомобиля Была задана новая планка в разговоре о комфорте Итак, друзья, сегодня мы решили поставить смелый эксперимент Сможет ли человек, который ни разу не видел автомобиль в глаза Определить, что это за тачка Это Станислав У нас эксперимент честный Мы подвели его, правда, поближе к автомобилю Снимаемся с очки Я надеваю вот эту набедренную повязку Повязка тузенца? Так, чтобы не подглядывал, проверяем Теперь ты слепая эфемиды И я буду вести тебя под руку Друзья, пойдемте попробуем Мне лично очень любопытно Как быстро Стас сможет отгадать, что это за тачка Непривычно так мужчину под ручку вести Но в качестве эксперимента это возможно Искусство требует жертв Это капот Начинаем изучать Глубоко в шильдике, пожалуйста, не залезай А то быстро отгадаешь Итак, капот Судя по очертаниям, это иномарка У нее плавные очертания кузова Так Зеркала с повторителями, по-моему, нет? Да, да, все правильно Рейлинги Опа Опа Это интересно Так Плавное очертание кузова Так, 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 так Так, так, так Рейлинг Она длинная, блин Да, да Она длинная Эффект, чего, парящая крыша, что ли? Кстати Lexus RX Ну, ладно Ну, это определенный универсал Универсал, да Универсал С типом кузова мы определились А теперь я тебе рекомендую опустить руку чуть ниже Филейная часть Да И вот потрогать, да Абсолютно верную деталь ты трубаешь Опа Что это такое? Ну, это колесные арки Расширители Так Это кроссовер? Не совсем Универсал повышенной проходимости Модель назовешь? Сложно сказать Ну, давай, давай, давай Давай пойдем по подсказкам Так Ты как считаешь, красивая машина? Вот по На ощупь По тактильным ощущениям, да У нее очень плавное очертание И судя по линии багажника Двери задней Да Это Рено Нет 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 Блин, ну что ж такое-то Давай я буду давать подсказки Ну, хорошо Вот потрогай руль Приятный на ощупь? Руль приятный бублик С хорошим сечением Такой, ну, как бы Приятно держать в руках Не кожаная Смотри, это дальше руль Он мульти На нем есть А это мультируль? Да Ну, значит, это хорошая комплектация Однозначно Это по-любому иномарка Пластик Качественный Ну, современный То есть Очень приятный на ощупь Не отдает дешевизны Скажем так А вот Если потрогаешь центральную Консоль Вот выше Да Здесь есть дисплей Да Значит, там есть Ну, это определенно Очень богатая комплектация Ручки климата, наверное, да? Да Ну, это вообще супер На руле есть эмблема А, так На руле эмблема Пежо, нет, не Пежо Это Ладья Да Да ну нафиг Да Да ладно Не может быть Во-первых, аплодисменты нашему гостю Обалдеть, ребят Я открою секрет Всей нашей большой съемочной группой Мы спорили, отгадает или не отгадает Эксперимент действительно абсолютно честный И, Стас Я предлагаю тебе прокатиться на этом автомобиле С удовольствием Давно ли ездил на ручки? Да я всю жизнь на ручки Интересное ощущение Сцепление такое необычное Оно мягкое Но я бы не сказал, что ватное Ну, я тоже к нему очень быстро привык Мне, в принципе, сцепление понравилось И, наверное, даже выбирая между роботом И механикой Я бы взял себе, конечно, механику Первое, чтобы остаться в глаза В салоне очень тихо Я бы сказал не в глаза, а в уши То есть ты считаешь, что все-таки Скорее, эта машина сделана для дорог И для наших дорог Уж прямо скажем Однозначно для наших дорог И могу смело сказать, что Впервые за много лет Автоваз сделал те автомобили Которые действительно на равных Конкурируют с иномарками И за них не то, что не стыдно За них просто Ну, этим можно гордиться реально Я считаю, что у нас очень огромный потенциал В области автомобилестроения Просто этот потенциал, как и в других отраслях Он, наверное, был Ну, в силу разных причин Подавлен там, спрятан там и так далее Как ты думаешь, кто покупатель этого автомобиля? Ну, покупатель этого автомобиля Как я вижу, это, безусловно В первую очередь, молодые люди Наверное, в возрасте от 25 до 35 Ну, может быть, 40 лет Второй сегмент Это люди уже более старшего поколения Где-то от 50+, скажем так Реально давно не хватало такой машины Здесь все-таки сделали реально Новую, классную, стильную машину Которая уже не похожа на дедушкин чемодан Очень нивелирована скорость ощущения То есть вот стрелка быстро добегает до 60 А такое впечатление, что мы едем на 20-40 В себе бы купил? С удовольствием Во время съемок наш герой сказал Массу теплых слов о дизайне машины Но мы все же решили, что о дизайне SW Cross Вам интереснее узнать от его создателя Когда мы начали работать над Вестой Мы поняли, что нам нужен второй тип кузова Было много дискуссий, какой тип кузова выбрать Обсуждался хэтчбэк, обсуждался универсал И на начальной стадии мы создали два типа кузова Они прошли через все стадии дизайна Для того, чтобы мы определили идеальные пропорции Конечно, мы много работали и оценивали то, что происходит на рынке Мы много обсуждали с маркетингом и отделом продаж То, какой объем рынка мы сможем занять с новым продуктом И мы пришли к мнению, что нам нужен кузов типа универсал Но чего мы точно не хотели делать, то это обычный универсал Когда мы были на начальном этапе создания дизайна автомобиля Мы оценивали, какова будет его задняя часть Мы смотрели на нее, пытаясь оценить, каким должен быть автомобиль Более спортивным или иметь большое внутреннее пространство Мы сделали макет в нескольких вариантах Где были вертикальные части и более наклонные И все единогласно согласились, что нам нужна более спортивная версия И вот таким образом родился этот автомобиль Сначала мы не собирались делать версию кросс Если вернуться в 2014 год, на тот момент мы сделали концепт для московского автосалона И мы взяли дизайн того автомобиля и превратили его в кросс-версию И это дало нам возможность работы в будущем, чтобы расширить модельный ряд вес И, конечно, со спортивным типом кузова мы получаем дополнительную практичность и функциональность С кросс-версией мы получаем еще больше дополнительных преимуществ Функциональность и возможности кроссовера, когда мы можем выезжать на дороге с плохим покрытием У нас была целая группа дизайнеров, которая работала именно над задней частью автомобиля И уже на самых ранних этапах появился этот задний акулий плавник, который придает автомобилю спортивный вид Было важно придать кроссу его особенный, индивидуальный характер И важно было сохранить изначально внешний вид семейства Весты с верхней частью А с нижней частью придумать, что будет отличать семейство кросс С созданием этих автомобилей мы вступили на новую территорию А что об автомобиле думают те, кто каждый день общается с потенциальными покупателями? Лада Веста, Лада Веста Кросс, эту машину ждали давно Как мы, так и покупатели Совершенно новый сегмент у Лады Богатые комплектации, ценовая политика Даже в базовой комплектации автомобиль осващен очень богатым оборудованием заводским Такие как ESP, антифорбуксовка Побощь при подъеме в гору, что нет практически ни одной иномарки Подушки безопасности АБС, электроусилитель, подогрев сидений, стеклоподъемники В зависимости от уже комплектации есть и подогрев лобового стекла Круиз, датчик света, датчик дождя Навигация с камеры заднего вида Желающих купить данную машину очень много Ждут по 2-3 месяца, готовы изобрать сейчас Ну что ж, друзья, вот пришло и мое время поделиться своими мыслями по поводу этого автомобиля Честно скажу, мне машина нравится Простая, понятная, вменяемая Очень, кстати говоря, приятно ведет себя двигатель 1.8-122 лошадки Да, это не ракета, но нужно сказать, что он довольно ровно тянет во всем диапазоне И он вполне себе экономичный Потому что мы ездили и вне дорог, и по жестким серпантинам Собственно, и сейчас мы едем по серпантину При всем при этом расход у нас не превысил 8 литров Это очень хороший показатель У нашего автомобиля 5-ступенчатая механика В моем понимании это самый правильный выбор Если вы не собираетесь стоять в пробках часами И вам нужен автомобиль с двумя, а не с тремя педалями Переключение передач очень четкие и ясные И мне нравится сцепление, оно и легкое, и информативное Что касается посадки за рулем Я человек крупненький, хоть и не очень толстенький, но длинноногий Словом, далеко не в каждом автомобиле я могу удобно усесться Мне не хватает регулировки горизонтальной кресла Здесь все нормально, мне нравится и набор регулировок И мне нравится то, что здесь стоят полноценные кресла То есть с нормальной неукороченной подушкой С нормальной широкой спинкой То есть на таком сиденье вполне можно прокатиться от Москвы до Краснодара И не вылезти в позе креветки Так что здесь все здорово Ну и сама посадка за рулем очень удобная Катаясь по заснеженным вершинам я не могу не сказать о том, что в этом автомобиле есть зимний пакет Машина не то что адаптирована, она создана для наших условий У меня есть подогрев сидений, у меня есть подогрев зеркал И что важно, у меня есть обогрев лобового стекла За развитием бренда Lada следят не только потенциальные покупатели, но и владельцы, скажем, престижных автомобилей Ведь все они тоже начинали с машин, на которых красовалась эмблема ладьи Lada Vesta SV Cross это наш автомобиль И мы очень рады, что он может составить конкуренцию иномаркам Субтитры создавал DimaTorzok